Alternate Reality Games. Интерактивное повествование с игровыми элементами, использующее в качестве платформы реальный мир. Что входит в стандартный промоушен большинства фильмов? Ну, скорее всего, вы скажете про анонс с кратким описанием сюжета, информация о касте и съемочной группе, бюджете, кадры со съемок, кадры из фильма, постеры, тизеры, трейлеры, интервью и дата выхода. Классический набор для продвижения того или иного фильма. Бывает, что авторы запариваются и добавляют щепотку вирусного маркетинга. То слух пустят, то мемчик сделают или на крайний случай будут пихать инфу о фильме в разные сферы деятельности. Рекламы, коллаборации с несвязанными отраслями и прочие упоминания там и сям. Может быть даже выпустят новость, что это самый классный, страшный, смешной и эффектный фильм в истории человечества. Прикрепят цитатку Стивена Кинга и готово. Люди ждут и уже готовы отдать свои денюжки в кормацы создателям фильма. В общем и целом формула простая. Уведомить максимальное количество людей о выходе картины и вбить им мысль, что кино стоит вашего внимания. 1999 год. В только зарождающемся месте под названием интернет начинают появляться загадочные новости о пропаже группы студентов в лесах штата Мэриленд. Исчезновение датируется 1994 годом. Полицейские отчеты, документальное интервью свидетелей и найденные пленки явно свидетельствовали о реальном случае пропажи людей. На форумах велись жаркие споры о реальности данных событий. Правда или вымысел? На одном из кинофестивалей был продемонстрирован документальный, по словам авторов, отрывок. Показ сопровождался раздачей листовок с просьбой людей сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках студентов. Первые показы фильма проходили в колледжах и запускали мощную волну обсуждений. Люди гадали, является ли показанный полтора часа фильма реальностью, ибо все кадры были сняты самими студентами на ручную камеру. Вполне правдоподобно. К тому моменту обсуждение фильма достигло невероятных высот, и официальный сайт с информацией о произошедшей трагедии посетило более 160 миллионов человек. На волне хайпа компания Artisan берет на себя ответственность за дистрибьюцию фильма и начинает потихоньку продвигать фильм как правдивую и шокирующую историю, аналогов которой никогда не было. Из важного. Вам необходимо знать, что 40-секундный трейлер был показан перед фильмом «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза» в июне 1999 года. И мне, наверное, нет смысла говорить, какое количество людей узнало о предстоящей премьере. Фильм еще не видели, но сарафанное радио работало настолько громко, что весь мир был в предвкушении предстоящей премьеры. Хотя люди даже примерно не понимали, чего стоит ожидать. Настает момент Икс, и в кинотеатрах стартует «Ведьма из Блэр». Наверное, ни для кого не будет секретом, что «Ведьма из Блэр» стала настоящим культурным феноменом и навсегда вписала себя в историю кинематографа. Космические сборы в размере 250 миллионов при бюджете в 60 тысяч сделало «Ведьму из Блэр» самым прибыльным фильмом в истории Голливуда. Ну, до выхода паранормального явления. Многими ненавистный жанр мокюментари тоже обязан «Ведьма из Блэр», ибо мейнстримный фундамент образовался именно в тот момент. Подробно о нем мы поговорим в другой раз. Ясен пень студенты не пропадали, полицейские отчеты выдуманы, а свидетели были актерами. Но эффект, который произвел вирусный маркетинг, был воистину грандиозный. Многие до сих пор считают, что промо-фильма было наголово выше самого фильма. В общем и целом «Ведьма из Блэр» была родоначальником такого рода маркетинга, и в дальнейшем множество авторов попытались повторить формулу успеха. Мало того, что Alternate Reality Games была хорошим способом подогреть интерес к фильму, пообщаться со зрителем, но еще и знатно так сэкономить. Но есть один кейс, который все эти года не давал мне покоя. Вирусную кампанию данного фильма я наблюдал собственными глазами, и с полной уверенностью могу сказать, что промо-фильма «Монстра» — это лучшая промо в истории кинематографа. Я подготовил для вас подробное видеоэссе на тему этой загадочной киновселенной, и готов в теплой и уютной атмосферке рассказать эту удивительную историю. Но для начала я советую тебе подписаться на этот канал, прожать палец вверх, ну, если тебе понравится этот ролик, и оставить комментарий по итогу просмотра. Я буду очень рад, это помогает и способствует жизни канала. Вот, если вы это все сделали, спасибо. Ну что, я думаю, стоит начать. Наша удивительная история начинается в далекие 70-е годы. Маленький мальчик по имени Джей Джей Абрамс приехал на экскурсию в киностудию Universal. Увиденное настолько впечатывается в неокрепший ум ребенка, что он понимает — это мой путь. Джей Джей еще с малых лет проявлял невероятную тягу к кинематографу и к искусству в целом. Снимая свои первые короткометражки на новенькую камеру формата Super 8, Джей Джей уже тогда знал, что он хочет быть частью этой невероятной культуры. Шли года, а юношеский запал не проходил. Данный путь чем-то схож с карьерой Спилберга, Скорсезе и Нолана. Но все эти авторы всегда явно представляли, в каком направлении двигаться. Пусть это направление и было не из простых. Первые и посредственные работы, непонимание коллег по цеху и общее давление на автора. В общем и целом, путь тернист. Углубляться в кинокарьеру я не буду, а лучше сразу перейду к самому занимательному этапу жизни Джей Джея. 90-е для нашего автора выдались лихими. Было написано порядочное количество годных сценариев и спродюсировано немало лет. В кинокругах Джей Джея уже не был ноунеймом, но общий цехового влияния еще не было. Все как раз изменилось с наступлением нулевых. Джей Джея со своим коллегой Брайаном Брейком открывает кинокомпанию Bad Robot и начинает обильно создавать годный контент. Первым делом был сделан довольно-таки успешный сериал «Шпионка», который гремел целых пять сезонов и запустил карьеру Дженнифер Гарна. Затем Джей Джея сделал ход конем и под покровительством канала ABC запускает феноменальный проект, по которому большинство людей и знает Джей Джея Абрамс. На телеканале выходит «Остаться в живых». Я уверен, что нет смысла говорить о значимости данного проекта для мира сериала. Lost был настолько уникален, что и по сей день данный сериал входит в топы лучшего телевизионного контента. Сейчас мы не будем говорить о спорности некоторых сюжетных ходов или скомканности последних сезонов. Нам важно знать, что именно на этом проекте Джей Джея нащупал тот самый вайб, который в дальнейшем будет использовать еще не раз. Загадочность. Вот главный аспект Лоста, который удерживал миллионы зрителей по всему земному шару. Джей Джея провозгласили самым загадочным креатором в кинокультуре. Он понял, что залог классного контента не только в качестве самой постановки и сценария. Отдельный вид кайфа было сарафанное радио по проекту. Обсуждение фильма на работе, на кухне или в интернете. Люди были вовлечены в проект круглосуточно и обсуждали его постоянно. Гадали о лоре мира и мозговыносящих клиффхенгеров. Все это было в отриве от просмотра увлекательных серий. Лост был той самой отправной точкой для блестящей карьеры Джей Джея, которая медленно привела нас к катастрофе на станции глубоководного бурения Чуай. Япония. 1945 год. Предприниматель Кантара Таргуато создает горнодобывающую компанию «Рука о власти». Инженеры Таргуато внедрили и впоследствии усовершенствовали технологию добычи полезных ископаемых и тем самым стали лидерами по внутренним продажам угля и цветных металлов. Было открыто множество шахт для обеспечения ресурсами растущую промышленность Японии. Позже компания открывала новые предприятия и довольно-таки успешно участвовала в разных сферах промышленности. В конце 1980-х годов для руки власти настали трудные времена. Нескончаемый скандал на фоне экологии, детского труда сподвигло компанию на массовое увольнение. Вскоре после того, как они объявили о банкротстве, владелец покончил с собой. В 1989 году компанию покупает Гану Йошидо и переименовывает ее в Таргуато в честь своего основателя. Йошидо решает переквалифицировать компанию в нефтедобывающую отрасль и начинает строить буровые станции в море. В течение следующих 15 лет по всему миру было построено множество буровых станций, каждая более эффективная и производительная, чем предыдущая. Успех налицо. В 2007 году Таргуато решается на открытие 14-й по счету буровой станции под названием Чуай. Плюсом, Йошидо открывает дополнительную компанию Слаша, занимающуюся выпуском напитков с секретным ингредиентом – глубоководный нектар, вызывающим зависимость, аки ваша Кока-Кола. Параллельно, экологическая группа Tidal Wave начинает обильно критиковать компанию Таргуато за непоправимый вред матушке-земле. Они явно догадываются, что компания занимается некими темными делишками. 14-я станция Чуай все еще не может открыться. Почему? Загадка. Параллельно, на другом конце мира, некая Джейми Ласкана искала своего пропавшего парня по имени Тедди Хансен. Он был участником той самой экологической группы Tidal Wave и пытался узнать, что за чертовщина происходит в Таргуато и почему они скрывают информацию о станции Чуай. Девушка данного факта не знала и всячески пыталась узнать, что с ее парнем. Она создает сайт jammyandteddy.com, на котором было загружено 11 видео. В них она высказывается насчет бойфренда, но во втором видео девушка показывает подарок, который прислал Тедди с надписью «Не открывать до 9 декабря». Особого интереса все эти видео не представляют, но на пятом видео девушка не выдерживает и открывает подарок, в котором был некий пакетик с надписью «Главный вещдок». Не есть. Заморозить. Кепка с логотипом Слашо и диктофон, на котором была запись о том, что его похитили Таргуато. Он попросил не звонить властям и скоро его знакомые все объяснят. Переварив данную инфу, девушка делает вывод, что ее бойфренд тупо издевается над ней и не может прямо сказать, что хочет ее бросить. Джейми без лишней мысли выпивает данную субстанцию и оставшиеся видосы тупо бесятся и страдает странной херней. Вопросов становится все больше, а ответы так не поступают. В отличие от девушки Тедди, его сестра была заинтересована в ответах намного больше. Девушка тоже создает сайт, но уже с твердыми намерениями получить информацию о пропавшем брате. С помощью пользователей Элис нашла сайт, на котором обнаружила странные фотографии с неких подводных глубин и переписку людей, которые эти фотографии слили. На этом моменте Элис скептически относится к увиденному и обещает дальше копать, но, к сожалению, на этом история обрывается. Наступает момент Икс. 27 декабря 2007 года в сеть попадают кадры, как буровая станция Чуай дымит от критических повреждений. В оперативном порядке руководство Тургуата обвиняет в разрушении станции группу террористов из Тайда Вейв. Молотые они под покровом ночи подплыли к станции и заложили взрывчатку, тем самым взорвав совсем неподозрительную нефтедобывающую станцию. Кому верить? Ну, наверное, вы сами можете понять, что загадочную станцию разрушили далеко не экоактивисты. Что вообще происходит? Что за нефтяные компании, экоактивисты, пропажи людей и напитки с чудо-ингредиентом? И при чем тут Джей Джей Абрамс? Давайте малость вернемся в начало. Трансформеры 2007 год. Премьера фильма Трансформеры. Перед показом фильма зрителям демонстрируют очень загадочный тизер-трейлер. Несвязанные кадры, явно снятые наручную камеру, показывают нам некую вечеринку в квартире. Все бы ничего, но туса прерывается лютой суетой на улице и прилетом оторванной головы статуи свободы. Черный экран и надпись. В кинотеатрах 1.18.08. Как сейчас помню, шума было так много, что мой еще не киноманский мозг сразу влюбился в данный анонс еще непонятного фильма. Уже после показа тизера во всемирной паутине запускается сайт 1.18.08, который служит отправной точкой всей интернет-неразберихи. На нем в течение нескольких месяцев загружались довольно-таки невнятные изображения людей, локации и намеки на происходящее событие. Страничка на MySpace некого Роберта Хоукинса, который засветился в тизере, явно намекающая о реалистичности происходящего. Ссылки на другие веб-сайты, например, официальный сайт нефтедобывающей компании Торгуато и напитка Слаша. Люди в погоне за ответами все глубже и глубже погружались в омут неизвестности и пытались сопоставить полученную информацию в более-менее внятную картину. Так что же случилось 27 декабря 2007 года на буровой станции Чуай и почему это так важно для понимания всего лора? Слаша. Такой вкусный напиток. Да, он вызывает привыкание, но вкус настолько уникальный, что остановиться его пить просто невозможно. Скорее всего, это просто сахар. Или все-таки нет? Может быть, Торгуато и вправду нашла некий секретный ингредиент под буровой станцией Чуай? Пока что не ясно, но с уверенностью можем сказать, что Торгуато нашли на дне океана то, что находить не следовало. Казалось бы, обычный майский денек в городе Нью-Йорк. Девушка по имени Лили и ее бойфренд Джейсон решают устроить прощальную вечеринку своему близкому другу и брату Робу. Роб получил повышение и собирается улететь в Японию. Последняя и громкая вечеринка в честь друга. Звучит как отличная идея. А почему бы ее еще не заснять на камеру? Ведь приятно будет вспомнить былые и теплые времена в городе Нью-Йорк. На вечеринке собирается много людей. Вот тут лучший друг Роба, Хат. Или молчаливая и явно заблудившаяся девушка Марлена. Они, конечно, плохо друг друга знают, но почему бы не потусить и не выпить на бесплатной вечеринке? А вот и виновник торжества появился на мероприятии. Какой приятный сюрприз, не правда ли? Уютная дружеская атмосфера. Это ведь так классно. Опа, а это кто пришла на тусовку? По лицу Роба видно, что это не последний человек в его жизни. Это Бет. Скорее всего, его бывшая. А почему она с каким-то парнем? Видимо, это долгая и сложная история. Роб явно не рад происходящему, ибо появление Бет явно затронуло некую душевную рану. Осознав, что не стоило приходить на тусу к бывшему со своим нынешним, Бет уходит с вечеринки и оставляет грустного Роба одного. Да и ладно, друзья всегда поддержат сложные ситуации и разрядят обстановку. Пора отпустить проблемы прошлого и начать двигаться в сторону новой жизни вдали от Нью-Йорка. Вдали от Бет. Ну что, продолжим тусовку? Какая самая болезненная тема для любого жителя Нью-Йорка? Конечно, это теракт 11 сентября 2001 года. Самый крупный теракт в современной истории. После этих ужасных событий мышление каждого американца бесповоротно изменилось. Трагедия в самом центре твоего дома. Один из самых оживленных и охраняемых городов был сломлен от кошмарных событий. Года идут, а раны так и не затягиваются. Где-то там, на подкорке, ты всегда осознаешь, что даже в самом для тебя уютном месте может произойти невиданная трагедия. Игра на страхах общества – это один из популярнейших рычагов в руках создателей фильмов. Для вызывания неподдельных эмоций иногда приходится давить на самые больные точки. Потеря близких, незваные гости, разрушение дома или травмирующие отношения. Все эти рычаги используются для создания по-настоящему эмоциональных историй. Что ощутит любой житель города, когда услышит взрыв? Конечно, первобытный страх. Ты еще даже не знаешь, откуда он и по какой причине, но где-то там, внутри себя, ты осознаешь, что последствия могут быть кошмарными. Но мы ведь на милые тусовки в честь отъезда своего друга. Все будет хорошо. Неожиданно землетрясение. Временное отключение света. Что происходит? Ламповая атмосфера сменяется паническими настроениями и первобытным страхом. Может быть это просто авария? По телевизору говорят, что в Южном Манхэттене перевернулся нефтяной танкер. Это как-то все странно. Что за землетрясение? Человеческому любопытству нет предела. Необходимо подняться на крышу и собственными глазами увидеть, что все в норме. Или нет. И вот ты уже стоишь на крыше, вглядываешься вдаль в надежде не увидеть трагедию. Может быть это и правда легкое землетрясение? И нам не о чем волноваться? Хотя в глубине души ты понимаешь, что что-то начинается. Сколько фильмов-катастроф, эпицентром которых становился Нью-Йорк, мы видели. Да-фи-га. Что только не повидал данный город. Прилет инопланетян, прилет метеоритов, обморожение, нападение привидений, гигантской гориллы и, конечно же, Годзиллы. Еще в 54-м году японцы заложили мейнстримный фундамент для монстр-фильмов. Концепт прост. Человеческие истории, в центре которых крутится некое крупное зло в лице огромного монстра. Чаще всего у него одна задача. Разрушать. Понятный мотив для огромного и злобного существа. Тоха. Так называется японская студия, отвечающая за большинство японских монстр-фильмов. Которая в течение десятилетий снимала просто тонну такого рода фильмов. Вот, большинство из вас, скорее всего, знает Годзиллу. Но это только верхушка айсберга. Вот давайте чисто по приколу вспомним, что они там напридумывали. Так что готовьтесь, ребята. Мотра, Кингидора, Меха Годзилла, Роден, Байолэнд, Гиган, Джет Ягуар, Ангурус, Хидора, Космическая Годзилла, Тестроя, Менила, Меха Кингидора, Монстр Икс, Кайзер Гидора, Эбира, Камакурас, Мегалон, Титаносайрус, Габара, Король Цезарь, Варан, Кумонга, Манда, Батра, Горосайрус, Барагон, Орджа, Могуэра и Мегагирус. Ой, ладно, извините за произношение, но в Ру-сегменте эти названия не часто произносятся вслух. В общем и целом вы поняли, насколько в Японии своя атмосфера. Естественно, в Америке тоже были свои приколы, но более сдержанные. Гигантские насекомые, животные и овощи. Как такового маскота городских киноразрушений у них не было. Не, ну конечно же, кроме гигантского когтя. А, боже мой, какой он урод. Но настала темная эра Голливуда, и американские продюсеры решили интерпретировать японское монстр кино на свой лад. Со спецэффектами и динозаврами. В 1998 году Голливуд купил права на съемки своей мощной Годзиллы и... Ну, вы сами знаете, получилось ниже среднего. Да, гигантский динозавр носился по Нью-Йорку и крупнобюджетно все там крошил. Но, к сожалению, из-за пресных персонажей, ухода от первоисточника и тупо идиотизма фильм все обосрали. Хотя концепт неплохой. Улицы Нью-Йорка отлично подходят для такого рода замеса. Позже Годзиллу еще несколько раз заремейкают и где-то даже удачно... Но это все равно не свое, не родное. И тут на сцену выходит Джей Джей Абрамс. Съездив с сыном в Японию, семейка наткнулась на магазин игрушек. Мы увидели все эти игрушки Годзиллы и я подумал, что нам нужен наш собственный американский монстр. Но не такой, как Кинг-Конг. Я люблю Кинг-Конга, Кинг-Конг очарователен. Годзилла тоже очаровательный монстр. Мы любим Годзиллу, но я хотел чего-то безумного и впечатляющего. В этот момент в голову нашему загадочнику пришла та самая мысль. Надо сделать свой монстр-фильм. Абрамс хотел исследовать концепцию гигантского монстра, атакующего город, но подошел к ней свежим и, можно сказать, инновационным способом. Идея заключалась в том, чтобы представить историю через призму съемки от первого лица в стиле мокюментари, обеспечивая зрителям более интуитивный и захватывающий опыт. Первым делом на борт позвали Дрю Годдарда, который уже успел поработать с Абрамсом, надо остаться в живых и шпионкой в качестве сценариста. Многие ошибочно думают, что Джей Джей был постановщиком ленты, но это не так. Еще в 90-е Джей Джей работал над сериалом Фелисити и на съемках познакомился с начинающим режиссером Мэттом Ривзом. Он снял пару эпизодов и тем самым заполучил нужные респекты от Абрамса. Будущий режиссер «Звездных войн» уже тогда почувствовал в авторе некий талант и его способность создавать захватывающие истории. На этапе обдумывания концепции фильма «Монстра» Джей Джей как раз думал, какой режиссер потянет его новаторское видение. Этим режиссером как раз оказался Мэтт Ривз, для которого Монстра стал первым серьезным шагом в мир крупнобюджетного кинематографа. В будущем Ривз еще не раз докажет свой талант и переосмыслит планету обезьян с Бэтменом, но это уж совсем другая история. Взрыв, паника. Люди не понимают, что происходит. Может быть теракт? Надо валить из города и искать безопасное место. Скорее всего на улице будет помощь. Город-то крупный. Выйдя на улицу, ты ждешь все что угодно, ведь ситуация уже вышла из-под контроля. Но цитируя закон Мерфи, предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Лежащая голова статуй свободы посреди улицы. Худшее ли событие за этот вечер? Вопрос конечно риторический. Как кусок символа свободы оказался в центре города? Голова ведь не могла сама оторваться и прилететь к ногам наших героев. Похоже кто-то или что-то постарался над этим. Так, пора сваливать, ибо это только начало разрушения. Город начинает сыпаться. Скорее всего первая мысль у любого свидетеля такой трагедии, надо уходить из города. Тут небезопасно. Бруклинский мост вроде бы недалеко, необходимо как раз направляться в сторону выхода. Но путь будет не из приятных. На улице паника, куча раненых и ни одного ответа. Что происходит? Хотя ладно, зададимся этим вопросом позже. Первым делом спасение. Ну и вот мы уже на мосту. Спасибо чудо монтажу. Вот он, выход. Совсем рядом. Несколько сотен метров и можно спокойно валить из Манхэттена и наблюдать за событиями со стороны. Ведь так. Скорее всего Джейсон, брат нашего героя, подумал так же. Обогнав всех своих друзей и помахав им ручкой, братишка первым становится жертвой существа, оторвавшим голову статуи свободы. Монстр начал свой кровавый путь длиной во весь фильм. Что-то разрушило громадный мост одним взмахом, унося жизни сотен людей. Все стало в разы хуже. Остается только один путь. Путь обратно. Забежав в магаз для покупки Акума для телефона, хотя какой покупки? Забежав в магаз для воровства Акума, наши герои узнают, что в городе появился незваный гость. Прямой эфир по телевизору впервые демонстрирует нам виновника торжества. Монстр в Кловерфилде был задуман как загадочный, ужасающий и читаемый. Мэтт Ривс и Джей Джей Абрамс тесно сотрудничали с художниками-консульталистами и командами по визуальным эффектам, чтобы создать существо, которое вызвало бы страх и трепет у зрителей. Создатели фильма стремились создать монстра, не похожего ни на кого из виденных ранее в кино. Ни на Годзиллу, ни на других его друзей. Они хотели, чтобы монстр был уникальным и запоминающимся, избегая клише или расхожих троп, связанных с фильмами о чудовищах. Оно должно быть гигантским и смертоносным. Осознав, что герой находится в эпицентре чудовищных событий, Роб вспоминает о своей бывшей, которая как раз живет в близишествии монстра. Набрав бет, Роб слышит явно не тот ответ, который ожидал. У его бывшей большие проблемы, и не очень понятно, насколько все плохо. Потеряв своего брата, наш герой не готов потерять еще одного дорогого человека. Проанализировав полученную информацию, Роб принимает волевое решение. Надо идти за Бет в самое опасное место города. Идея, конечно, спорная, но в первую очередь для его друзей. Вроде бы умирать не хочется, но и Роба оставлять одного нельзя. Выбора не остается, придется следовать и вручать друга. Но далеко наши герои не пройдут. Мы, как и персонажи фильма, становимся свидетелями первой по-настоящему серьезной стычки между монстром и военным. Как видите, у монстра нет никакого шанса. Или все-таки есть? Ладно, это их битва. На улице слишком жарко, и поэтому, следуя заветам хоррор-фильмов, самое время забежать в самое безопасное и темное место в городе. Следующая остановка — метро. В метро все спокойно. Ни монстров, ни трупов, ни брата. Только одинокая и пустая станция. Задерживаться тут явно не стоит. Вроде бы Бет живет около станции, до которой вполне можно дойти пешком. Конечно, придется ковылять по жутким туннелям без освещения, но других вариантов нет. Монстр слишком велик для того, чтобы преследовать их по узким туннелям. Страшно, но безопасно. Помните, я рассказывал про сестру Тедди, Элис? Так вот, в поисках правды об ее пропавшем брате и корпорации Таргуато, девушка наткнулась на подозрительное изображение. На первом мы видим подводную часть станции Чуай с жутким существом на фоне, а на втором — неких существ, с мирно стоящих на некой поверхности. Кто они такие? Вроде бы что-то похожее засветилось в том репортаже, который смотрели наши герои по телевизору. Какие-то маленькие клопы падали с тела существа, когда оно шагало по поверхности города. Так, ситуация становится неутешительной. А вдруг эти существа словно насекомые будут перемещаться по городу? Может быть даже по туннелям? Ладно, пора прибавить шаг и начать уверенно двигаться в направлении соседней станции. Давайте вспомним лучшего друга жанра макюментари. Что может добавить жути в и так некомфортную обстановку? Что объединяет игру Outlast и фильм Искатели могил? Правильно? Криповый зеленый режим для съемки в темноте. Не знаю как вас, но эти зеленоватые кадры заставляют меня очень сильно волноваться. Хотя зеленый цвет-то вроде бы позитивный. Листва деревьев, трава, зеленый цвет светофора, халк. Вполне экологично и безопасно. Ладно, включайте этот гребаный режим и давайте по-бырому узнаем, что мы в этом тоннеле не одни. Нажав заветную кнопку включить, на наших героев как по щелчку нападают мерзкие твари. Спасибо жанру макюментарии за эти четкие кадры. Дав маломальский отпор мерзким клопам, наша орава приключенцев находит опять же безопасное место внутри туннеля. Из битвы, к сожалению, не удалось выйти без повреждений. Похоже, что Марлену кусили. Так, крови, конечно, много, но жить будет. Так, ребят, дух перевели, пора двигаться дальше. Удобно, кстати, что из этого помещения есть выход в другие помещения. Похоже на торговые ряды. Теперь даже замкнутые помещения не выглядят безопасными. Может выйти обратно на поверхность? Топы по освещенным коридорам наши герои натыкаются на приятную неожиданность. Слава богу, это военные. Теперь они в безопасности. Хотя погодьте, Марлен что-то нехорошо. Так, это что, один из этих укусов? Видимо, да. Марлен уводят в карантинную зону, но, судя по всему, ей это не поможет. Лучше бы по старинке превратилось в зомби или оборотня. Наших героев стало меньше, и чтобы не усугублять уже и так плачевное положение, необходимо двигаться дальше. Казалось бы, куда хуже. Для увеличения безысходности мужик в военной форме анонсирует крупное событие, которое должно произойти в городе. Тварь не победить классическими методами. Необходимы крайние меры. Уничтожение всего Манхэттена в тотальном ёпта формате. Остается крайне мало времени на спасение Бет. Да, надеюсь, вы не забыли, что цель приключений осталась неизменной. Военный дает напутственные рекомендации и отпускает наших героев в очередной поход по безлюдным улицам Манхэттена. Главное успеть до взрыва, ибо спасательный вертолет отправляется по расписанию. На улице полнейший мрак. За время отсутствия наших героев на улице кое-что поменялось. Абсолютная пустота. Только разруха и звуки битвы на фоне. Пройдя пару кварталов, наши герои все-таки достигают назначенной цели, но радоваться тут рано. Дом, в котором живет Бет, чувствует себя, ну, не лучшим образом. Подумав, что можно сделать в этой ситуации, ребята принимают экстремальное решение. Подняться по целому зданию и перебраться с него на разрушенный дом, где в данный момент находится Бет. Не, ну а чё, отличная и надежная идея. Давайте стартуем. Чтоб не затягивать хрон, скажу так. Ребят успешно достигают своеобразного мостика между зданиями и не без труда оказываются в полуразрушенном здании. Добравшись до нужной квартиры, наши приключенцы находят цель своего визита. Вроде бы живая Бет, ну да, ее малость потрепала, даже проткнула какой-то арматуриной. Надеюсь, ей не помешает это бежать в сторону спасения, ну, как бы это всего лишь сквозное отверстие в теле, как бы ничего страшного. Ладно, душню. Вытащив подругу из неудобного положения, наша команда осознает, что придется ковылять обратно. Хотя спускаться всегда же легче, чем подниматься. Да, на пути могут оказаться жуткие твари, но их всегда можно зарубить топором. Изи. На улице тем временем происходят полномасштабные боевые действия. Грохот, паника и суета подкрепляются чудовищем, который не планирует останавливать свое кровавое шествие. Пробежав на последних остатках адреналина финальный путь, ребята добираются до места эвакуации. Свет, бьющий в лицо, олицетворяет финишную прямую. Вот они, спасательные вертолеты. Еще пара шагов и герои в безопасность. В первом вертолете место только для одного. Лили тот счастливчик, что улетит первый с этого жуткого места. Повезло. Остается только ждать дополнительный транспорт, хотя времени уже в обрез. Монстр уже наступает на пятки и находится на предельно близком расстоянии. Запечатлев буквально лучшие кадры на свою камеру, ребята пойманивают транспорт и по-бырому запрыгивают спасательный вертолет. Наконец-то. Победа. Пора взлетать и убираться из этого кошмарного места. Так, надеюсь, это был не спасательный вертолет, в котором летела Лили. Взлетев в воздух, нам открывается жуткий вид на город. Монстр продолжает свой путь через Манхэттенский Человейник. Хотя выглядит он скорее растерянным. Как будто он заблудился или даже испугался. Как животное, загнанное в угол. Хотя мы-то в команде людей, нам все равно, что чувствует этот монстр, убивший так много близких людей. Настало время тяжелой артиллерии. Тихо пролетающий стелс приносит подарочек для монстра. Количество дамага, с которым не справиться с живому существу. Бахнув по самый шоколад в брюхо чудовищу, мы наконец-то можем спокойно выдохнуть. Тварь убили. В скором времени пылью ляжется, и все вернется на круги свои. Победа. А что было бы, если бы монстр, я не знаю, на другой город напал? Другая параллельная вселенная. Да, такое тоже возможно. Может быть он выбрал бы первым местом посещения, к примеру, каноничный Токио. На самом деле такой вариант тоже имеется. Не знаю, насколько данная история канонична, но с выходом фильма выходила официальная манга под названием Кловерфилд Кишин. Формально она приквел, но из-за несостыковых с оригинальным произведением, мы можем только гадать о реальной взаимосвязи с первоисточником. В ней мальчик по имени Кишин становится свидетелем нападения монстра на Токио. Мы знаем, что именно работа на станции Чуай потревожила монстра, который смирно спал на дне океана. Это из него качали секретный ингредиент для напитка Слашу. Подробно про нюансы манги я рассказывать не буду, но вам нужно знать одно. Монстр не свалился на землю с небес, или его вырастили в пробирке. Каноничный ответ. Он много тысячелетий спал под водой, и если бы не буровая станция, может быть катастрофы и не было бы. Плюс, существо могло быть не одно. Этого мы в ближайшее время точно не узнаем. В манге существо не уничтожают, хотя для этого были предприняты похожие на Нью-Йоркский инцидент методы. Убить его крайне сложно. Расслабляться не стоит, лучше крепко держитесь за ручки вертолета и готовьтесь к жесткой посадке. Чудом выжив и рухнув в эпицентре центрального парка, наши герои максимально близко знакомятся с непрошенным гостем. Не только вас застали врасплох. Зрелище настолько впечатляющее, что несменный оператор всего фильма Хат делает финальные кадры ценой своей жизни. Прощай Хат, у тебя были отличные операторские навыки. Так как монстр был не побежден, у правительства есть план С. Тот самый протокол уничтожения под емким названием Молот. Пора бахнуть молотом по самому центру Манхэттена. Проблема только в том, что Роб и Бет находятся в центре выполнения приказа. Захватив камеру со своего мертвого друга, парочка прячется под мостом и записывает прощальное видео, в котором кратко излагают случившиеся события. Данная видеозапись будет служить доказательством кошмарных событий в городе Нью-Йорк. Звучит финальная сирена и... Кассета заканчивает свою запись и мы видим, что весь снятый материал был записан поверх личных записей Роба и Бет. Они и вправду раньше встречались, любили друг друга. Но теперь это все в прошлом. В настоящем осталась только часть былых и светлых воспоминаний, которые метафорично были перезаписаны новой и трагичной историей. Если верить словам Джей Джей Абрамса, монстр в финале фильма был побежден. Но так ли это? С полной уверенностью я не могу это утверждать. Во-первых, у нас есть спорные по своей каноничностью сиквелы. Во-вторых, верить Джей Джейю это последнее дело. Хотя я думаю это не важно. Нам не нужно знать итог данной истории. Большая часть удовольствия от просмотра как раз и строится на загадочном эффекте. Каждый зритель волен сам интерпретировать увиденный материал, а жанр макюментри как раз очень для этого подходит. Какой итог? Очевидно, что на момент выхода фильм произвел натуральный фурор в кинематографической среде. Монстр показал, что жанр макюментри подходит не только фильмам ужасов, но и для зрелищных киноаттракционов, которые могут собрать большую кассу в кино. Но упирается ли все в саму постановку и качество фильма? Для меня лично нет. Следить за промо-компанией данного фильма было невероятно увлекательно. Зрители еще до просмотра обладали большим количеством экспозиции, которая помогла глубже вникнуть в происходящее событие на экране. Для обычного зрителя это просто летний блокбастер на вечер. Но для людей, участвующих в игре в альтернативной реальности, Кловерфилд является частью гигантского контентного пирога, вишенкой на котором был сам фильм. И кстати, что означает Кловерфилд? Тут все до боли просто. Это было секретное название для фильма, которое из-за грандиозного хайпа стало официальным названием. Кловерфилд – название улиц, через которые часто проезжал Джей Джей в направлении своего офиса. Никак с происходящими событиями в фильме оно не связано. Изначально фильм хотели назвать Грейшот, в честь арки, под которой прятались Роб и Бет. Ну и на этом, я надеюсь, все. Конечно же, рассказал не о всех мельчайших деталях и нюансах вселенной Кловерфилд. Все информации потребовалось бы преступно много времени. Хотя, я надеюсь, и этого краткого пересказа было достаточно, чтобы вы убедились в глубине этого удивительного фильма. Ладно, спасибо, что в очередной раз уделили мне время. Всем счастливо.